И этот самый обычный житель Германии Ове Шатаур, которого теперь во всем мире называют рассерженный немец. Видеоролик, где он кастерит западных журналистов и политиков, которые заставляют распахивать двери для беженцев, но при этом не называют настоящей причиной этого чудовищного столпотворения, заставил задуматься многих. Никто не говорит в наших проклятых богом паршивых СМИ, в наших завравшихся СМИ, в этих поганых государственных прихостнях, что во всех этих бедах и НАТО Америка, и американская внешняя политика. И вот на днях этот скандальный продорог решил полететь в Москву, которую остервенело продолжает ругать в его родной Германии, чтобы с помощью нашего репортера Андрея Суханова попытаться добраться до еще одной правды. Неужели с российскими политиками действительно легче воевать, чем искать общий язык, несмотря на трудности перевода? Он прилетит в Москву вечерним рейсом и прямо из аэропорта отправится в центр, навстречу без галстука, с первым лицом. Эй! Наконец-то я куплю футболку с портретом Путина. This is... И эту кружку с медведем тоже возьму. Политический шоппинг отнюдь не главная цель его официального визита. У меня есть подарок для господина Путина, и уж поверьте, он точно его получит. Но откуда у немца с бунтарской внешностью такая уверенность? Москва! Неужели он свой среди чужих? Красивые девушки. Карты будут раскрыты в паре шагов от Кремля за обедом в элитном столичном ресторане. Вот посмотри, какой номер у моей российской визы. 007. Ну ты понимаешь, я как Джеймс Бонд. This is a James Bond Visa. И вот перед иностранным гостем открываются двери, и тут, внимание, Государственной Думы. Рассерженный немец в коридорах российской власти с миссией народной дипломатии. Хэр Шаттауэр хочет донести до наших парламентариев очень важную информацию о том, что в самом сердце Евросоюза уже давно существует настоящая фронта. Гуден так, аус Торчланд, комрич. Депутат Евгений Федоров первым услышит этот голос Германии. Я маленький человек, но хочу сделать шаг, на который не способно мое трусливое правительство. Протянуть вам руку дружбы. Поймите, немецкий народ тошнит от американского протоктората. Мы не хотим быть карманными овчарками Белого дома. Абсолютно поддерживаю вас, понятна ваша позиция. Вообще, коренное желание любого народа освободиться от внешнего управления. А вот депутат Дегтярев. Его встреча с горячим немцем, напротив, чуть не обернулась международным скандалом. This is my boss, мистер Жириновский. Жириновский. У нас в Германии его называют националистом, экстремистом и чуть ли не фашистом. Но и здесь победит дружба, за что отдельное спасибо Соединенным Штатам. Зачем ядерные бомбы американские в Германии? Это же ужасно. Размещают бомбы. Я и еще десятки тысяч людей. Мы выйдем на улицы с протестом против штатовских военных баз. Это важно. Наш человек. Я считаю, что ОВА может открыть ячейку ЛДПР в Германии. Вслед за либерал-демократами допрос немцу устроят коммунисты. А что же вы мне запрещаете приехать в Германию, например? Снова могу сказать, что мне очень стыдно. Очень стыдно за наше правительство. Охлаждать пыл Хэра Шатаура придется депутату Туманову. Песня «Хлеб да думские сосиски». Сосиска – это мост дружбы между народами. С приправой в виде экскурсии на самое дно российской законодательной власти. Здесь точно не был ни один иностранец. Вы первый. А это самое сердце господина. Это подвал глубоко под землей. Здесь какие-то тайные комнаты. Следующим утром, захватив привезенный из Германии пакет с подарками для президента, герой спешит на Мосфильм. Нет, не ради кастинга. У него очень важная встреча. Добрый день, господин Карен Георгиевич. Вот он так. С доверенным лицом Владимира Путина Кареном Шахназаровым. Пожалуйста, передайте это Владимиру. И вот спустя каких-то пару часов, прогуливаясь мимо московского Кремля, его осенит гениальная мысль. Я решил написать письмо Владимиру Путину и попросить у него гражданства. Вы серьезно хотите получить российский паспорт? Да, я готов. И, наверное, к этой просьбе стоит прислушаться, ведь у себя на родине в Германии он не просто политический активист, критикующий власть и систему, а настоящий кумир молодежи, популярный рэпер по кличке Бунтарь. А вот кумир российских кинейджеров, столичный рэпер Дина МС-47. Этим вечером они сойдутся, чтобы замахнуться на новый сингл. Песня с рефреном о глобальной геополитике, дружбе народов и надежде на ветер перемен. Андрей Суханов, Ольга Яковлева, Карина Мухуддинова и Николай Саватеев. Центральное телевидение. Ну вот что и требовалось доказать, в отличие от некоторых интриганов.